и снова здравствуйте дорогие друзья меня зовут леонардо и мы продолжаем бесконечное лето не то чтобы проходить скорее читать как и говорят продолжаем внутри он выглядел примерно так как я себе его представлял две кровати стол пара стульев простенький ковер на полу шкаф ничего особенного но при этом создавалось ощущение домашнего уюта хотя в плане порядка это комнатка недалеко ушла от моей квартиры возле окна стояла девушка лет 25 на вид глаза у неё знаете такого странного цвета не знаю внешностью вместе с фигурой и природа не обделила хоть она и вещь ой она одна вещь в этом чё пандемоне уме не может не радовать это красота и и обитателей пришел таки отлично меня ольга дмитриевна зовут я вожатая очень приятно семён я решил говорить так словно все происходящее совсем меня не удивляет она подошла ближе мы тебя с утра ждем ждете меня да конечно а когда автобус следующий будет а то я а тебе зачем действительно зачем мне похоже прямые вопросы задавать не стоит они могут вызвать совсем не ту реакцию что мне бы хотелось да и ответы я вряд ли получу нет просто интересно а кстати где мы точно находимся но адрес там я родителям хотел письмо написать что удачно добрался мне почему-то отчаянно казалось что удастся что-нибудь выяснить если буду подыгрывать им так мне твои родители полчаса назад звонили тебе привет передавали вот это номер значит можно им позвонить а то я перед подъездом забыл сказать кое-что нет она милая при непринужденную улыбнулась что не похоже что она улыбается знаете просто рот такой прямой знаете как знать как в рисунках вежитку просто тупо тирай вот они пости улыбка точно такая же и почему а у нас телефона нет такая же они сюда позвонили я только из рейд-центра вернулась там с ними поговорила ах вот так значит а мне можно как нибудь в этот рейд-центр нет она все так же улыбалась почему потому что следующий автобус будет только через неделю как же важно как же вожатая тогда сумела добраться тут туда и обратно я решил не спрашивать а то это все равно бы не последовало все это время славя стояла рядом со мной и казалось не находила нашем разговоре ничего такого ой надо тебе форму подобрать не имею ровным счетом никакого желания наряжаться в пионерские шортики и завязывать нелепый красный галстук но и ходить в зимней одежде летом тоже не лучшая идея да спасибо интересно только я один считаю странным что я в такую жару кто-то что в такую жару кто-то ходит в пальто и зимних ботинках ладенько я побежала тогда а ты пока можешь познакомиться с лагерем можешь познакомиться с лагерем медведев опять не то интонации читаю вечерно приходить на ужин не забудь с этими словами она вышла из домика нет даже не вышла выпорхнула я остался на едини со славей мне тоже пора дела ты походи и осмотрись вечером увидимся если в этом нет не скрыты не скрыто никакого подвуха или угрозы то такая реальность лица славе мне начинает нравится все больше впервые за день я понял что здесь ужасно жарко хотя очевидно вино и тому и зимняя одежда я снял пальто и кинул ее на кровать за ним отправил отправился из свитера я остался в одной рубашке вот так куда лучше ничего не оставалось кроме как воспользоваться советами пойти осматривать лагерь за одной по дороге попытаюсь что-нибудь выяснить проходя через местный жилой квартал я увидел идущего навстречу мне пионера надо же тут еще парни есть именно пионеры а не пионерку и в этом царстве амазонка есть мужчины привет ты новенький наверное семен да а ты откуда только все знают я кстати электроник настоящий может так меня называть электроник настоящий маразм крепчал ясно у ленка меня еще и сыроежкой назовет сыроежкой не под осиновиком фамилия у меня такая сыроежкин ясно да я тебе тут все покажу я согласился так как изучать окрасности одному куда дольше ладно давай а мы ведь оказались на площади будто будто в этом агере других мест нет там на одной из лавочек сидела лены читал какую-то книжку электроник уверенным шагом подошел к ней лена привет это новенький семен знакомься бойко начал он привет но мы уже заочно знакомы да она на секунду оторвала глаза от книжки посмотрела на меня покраснела и вновь принялась я принялась за чтение словно не замечая что мы все еще здесь ладно пойдем дальше я была я был удивился что все знакомство ограничилась парой слов но потом про и решил что так и надо не уютная и активность электроника и скорость лены не лучшее сочетание пойдем господи какая красота все-таки мы вышли к некой постройки в который я сразу опознал столовую а вот это я понял здесь вы принимаете органическую пищу ну что-то вроде этого на колеце столовой стояла недружелюбная девочка которая до этого ударила меня по спине и потеря извиняюсь еще раз надо в удобную позу сесть знаете чтобы читать было удобно и сидеть и и все остальное выполнять это мое шутливое настроение в миг куда-то исчезла действительно сейчас не самая подходящая ситуация чтобы прикалываться над этим пареньком хоть они весьма потешен сначала надо понять что к чему и где я вообще нахожусь а вот она алиса двачевская ты с ней поосторожнее он говорил шепотом никогда не называй ее никогда не называет 2 чё или 2 ч она этого не любит чего ты сказал как ты меня назвал кажется она услышала мгновение ока алиса спрыгнулась к лица и метнулась нашу сторону ладно ты и дай что сам как-нибудь электроник бросился бежать так чтоб только пятки засверкали все побежать за ней ничего не делать блин то есть я надеюсь нами она меня не тронет если я останусь алиса пробегая мимо остановилась и на мгновение и бросила а с тобой мы позже ртёмся а я что я ничего слава добавилась вымоченная виноватая улыбка хотя в чем я перед ней виноват она не ответила и побежала догонять электроника а похоже оставшееся время до ужина мне предстоит коротать в одиночестве я решил пойти на восток по крайней мере туда где находится восток моем мире даже футбольное поле через некоторое время время я оказался около футбольного поля там вовсю шел вовсю шел матч посмотрю пожалуй немного в детстве и я довольно неплохо играл сам и даже подумал о профессиональной карьере но несколько травм подряд отбили у меня желание рисковать здоровьем ради туманной перспективы на поле бегали дети совершенно разных возрастов вот мальчик лет десяти и девочка лет 14 девочка так это же ульяна но футбол играть что удивительно что удивительного съедая неугомонностью я стоял довольно далеко от поля но она все же меня заметила эй ты крикнула ульянка играть будешь я не знал что ответить с одной стороны ничего страшного побегать минут десять другой в моей ситуации любой не неверный шаг может оказаться фатальным но в любом случае одет я был явно не по погоде и играть в зимних ботинках и теплых джинсах у меня может на можно будет выжимать от от пота а играть босиком и в трусах попросту не этично давай в другой раз крикнул я ей развернулся и пошел назад ауленка вопила мне вслед то ли про трусы то ли про труса почему постепенно в свои права начал вступать в вечер который нес с собой усталость и опустошение от бесцельно прожитого дня как-то они не слишком стемнело я вернулся на площадь сел на лавочку и бессиленно вздохнул буду сидеть здесь и ждать ужина в конце концов искать ответы лучше сытым их же тут кормят верно а ведь интересно как самые простые потребности человека отбивают желание мыслить стремится и к чему-то вот я чувствую голод у меня уже меньше волнует где я и что с и что со мной слушайте у меня то же самое происходит всегда конечно но иногда неужели великие люди тоже подвержены подобному и как тогда к примеру спартак в древности поднимала восстание рабов остается только один вывод и невеликий человек и мне в принципе все равно в какой машине быть шестеренкой в социуме матрицы или непонятном пионерлагере мою мысль оборвала музыка заигравшая динамика прикрепленного к фонарю наверняка это сигнал к ужину я направился в столовую сторону столовой благо теперь знал где она на крыльце стояла ольга дмитриевна я остановился и пристально уставился на нее словно ожидая чего-то она тоже некоторое время осмотрела на меня но потом все же подошла симон чего стоишь приходи наверное чего ничего страшного не случится если я пойду с ней такое решение одобрил и мой желудок во сколько детей мы вместе зашли внутрь столовая представляла из себя столовую мне свое время доводилось бывать зовется в заводской столовой это было в точности такой же разве что почище и поновее железные стулья столы кафель на стенах и на полу не отличающаяся из из всего потрескавшегося пас потрескавшаяся посуда наверное такое должна быть столовая в пионерлагере семей сейчас подожди мы тебе место найдем она кинула взглядом помещения стоит вачевская ольга дмитриевна прикрикнула на приходи на проходящий мимо алису что ты как одета а как я одета действительно наряд и ее был несколько вызывающим немедленно приведи в порядок форму ладно ладно алиса поправила рубашку и прошла и прошла мимо против на меня не очень приятный взгляд и так куда бы нам тебя посадить свободных мест было не так уж и много давай вот сюда ульяне это а может да точно как раз уже еда стоит принесли мне наставы мнение оставалось ничего другого по кроме как согласиться конечно была некая доля вероятности что в котлетах яд кураре пера и бельна сдобрена мышьяком вместо компота мне налили отличный антифриз но выглядело это так аппетитно что я никак не мог устоять эй чего тебе спросил я спросил я довольно грубую ленку сидевшего рядом почему с нами футбол не стал играть я не в форме сказал я показываю на свою одежду а ну тогда ладно ешь однако есть было особо нечего с тарелки пропала котлета это могла сделать только ульяна нет точнее там мог сделать никто другой кроме ульяны отдай котлету большой семьи в большую семье в большую рта не раздевай отвернулся и нет котлеты отдай кому говорят котлету ничего не делать блин бороться с маленькой девочкой из-за котлеты это по моему глупо немного нет умнее и смотри действительно тарелку ленте было пуста похоже есть есть это маленькая девочка также быстро как и котлеты ворует то не расстраивайтесь сейчас что-нибудь придумаем она схватила мою тарелку и бежала куда-то догонять ее не было смысла если уже не хотят меня отравить это можно делать куда проще примерно через минуту ульянка вернулась и протянула мне тарелку на которой лежала домящаяся котлета вот тебе голодающий по морду по волчья спасибо только я мог сказать только я мог сказать я только и мог сказать я все все подозрения в миг развеялись так мне хотелось есть я подсыпал к велкой котлету и что это какой-то жук нет не жук насекомое с ножками шевелится тарелка полетела на пол разбившись в дребезги а стул падая больно ударил меня по ноге я с детства недолюбливал насекомых но когда это насекомое в моей тарелке это уже перебор ах ты маленькая ульянка похоже готова к этому развитию к такому развитию событий уже стояла в дверях и смеялась так как будто услышала свежую шутку петросяна я бросился за ней мы выбежали столовой разделяла всего несколько десятков метров и мне показалось мне казалось что я легко догоню эту маленькую девочку мы пробежали площадь помещение клубов выбежали на лесную тропинку я начал задыхаться все же наверно стоило бы шесть курить ульянка скрылась за очередным поворотом а я потерял ее из виду просто не может быть что я не смог ее догнать не может и все тут я стоял и пытался отдышаться вечерело кажется я заблудился ночью в лесу мне явно делать нечего лучше вернуться в лагерь однако я совершенно не на и билет перебы же однако я совершенно оставлял в какую сторону идти что же придется наугад ну что я довольно долго плутал по лесу пару раз даже закрадывалась мысли позвать на помощь но наконец-то за деревьями показалось ограда лагеря суши это не со это не то самое место где был автобус на который мы сюда приехали что очень похоже просто автобуса нет все возвращается на круги своя автобус исчез тихо пробубнил я с одной стороны ничего странного не мог он тут просто так стоять вечно с другой значит был все же водитель к автобуса не едет автобусы не едят сами по себе или ездит этот мир оказался слишком нормальным но каждое явление здесь имел как минимум два объяснения обычная реальная повседневная и фантастическая да конечно водитель ему просто от этим перекусить а я слишком быстро ушел и вот но в любом случае мне здесь не место самоходный этот автобус или нет это наверное важно но куда важнее то как я вообще сюда попал и куда это сюда уносящиеся горизонту поля и леса не давали никаких ответов них не был ничего знакомого странный и непонятный чужой мир но при этом совсем не страшный то ли взял сама отвод инстинкт самосохранения то ли вся эта бега дня по лагерю местные местные пионеры настолько убаюкали меня своей беззаботной нормальностью что я иногда просто забывал о том что со мной произошло буквально пару часов назад хотя возможно просто не оставалось большая сил волноваться хотелось тишины покоя просто отдохнуть от всего и же и уже потом со свежей головой продолжать продолжить поиски ответов но это будет потом а что сейчас имею ли право расслабляться конечно имеешь уже совсем стемнело и при любых раскладах ночевать лучше в лагере я уже собирался идти назад как вдруг кто-то бесшумно вынырнул у меня из-за спины славя привет ты что тут так поздно делаешь передо мной стояла славя от неожиданности я даже сдрогнул не догнал ульяну она улыбнулась я расстроена кинул головы и вдохнул неудивительно никто не может да уж девочка ракета прямо только вот сопла у нее в разные стороны ты наверно еще есть хочешь поужинать все что-то не получит поужинать и не получилось действительно я совсем забыла голоде но после тех ее слов мой желудок явно ствена явственно напомнилась тебе предательский зовут чав славя улыбнулась ну тогда пойдем разве столовая еще открыто то ничего у меня есть у меня ключ есть ключи да у меня от всех помещения лагеря есть ключи лагеря господи чуть-чуть просто знаете вот в школе я очень много изучал истории вот это кстати больше всего интересовался второй мировой и вот учитель нам правило говорил что тогда в германии были такие лагеря смерти и надо было их назвать не лагеря не лагеря лагеря вот тогда у меня что-то выработалось что ли говорить не влаги реологии ну так короче удовы ударение представляете вот вот так у меня все вышло откуда но и 10 кто-то вроде помощницы вожатый понятно но пойдем от такого продолжения грех был отказываться когда мы вышли на площадь славе внезапно остановилась извини мне надо соседку предупредить что я попозже приду а то она сама такая пунктуальная будет волноваться ты идти пока к столовой а я через минуту хорошо ладно и никак не ожидал что стоит поздний час там может быть кто-то кроме меня этот кто-то объемный безупие безуспешно пытался открыть дверь без всякой задней мысли я поднялся на крыльцо взломщиком оказалась алиса наверное стоило подождать сторонке она некоторое время пристально смотрела на меня а потом сказала что стоишь то помоги что ли смысле смысле дверь открыть зачем булок я хочу с кефиром не наелась а может не стоит а ты сам не хочешь есть что ли у ленка ты тебе поужинать нормально не дала она ехидну уху ухмыльнулась и правда не дала ты сейчас славе так сейчас славе придет и чего ну не и лицо жить похоже не стоило мне этого говорить тогда я отчаливаю а тебе а тебе это припомню за тобой уже второй должок этим словами алиса скрылась ночи а 1 то за что реально за за что 1 то что я не помню славе не заставила себя долго ждать все в порядке да а почему ты спрашиваешь да нет просто так не стоило рассказывать об элисе все в порядке сказала я и тут же почувствовал фальш в своем голосе ну что пойдем а вот славя похоже ничего не заметила или по крайней мере сделала вид мы зашли в столовую подожди я сейчас что-нибудь принесу слушать прям такая заботливая не прям нравится такие девочки знаете уверен кому-то из вас тоже ну многим из вас и уверен это нравится я сел на стул и принялся покорно ждать свою спас спасительницу или спасательницу ужин мой был нехитрым несколько булочек и стакан кефира не мудрено голодные пионеры наверное съели все почистую впрочем и это куда лучше чем большая часть моего обычного рациона пока я ела славе сидела напротив и смотрела на меня что мне что-то на лице нет просто надо идите просто почувствовал что чихаю она улыбнулась и как тебе первый день в лагере но я даже не знаю глупо спрашивать у человека попавшего в одной части в другую реальность понравилось понравились ли ему в меню столовой вожатой и отведенной к койко место ничего скоро привыкнешь ставим мечтательно уставилась в окно по правде говоря привыкать к подобного совершенно не хочется давить это ведь она не знает или по крайней мере хочет чтобы я думал что не знает ну а так вообще здесь мило надо было как-то прервать неловкое молчание да без интереса спросила она да здесь так хотел сказать в стиле ретро она есть держался как за концов это для меня ретро а для них может они другой жизни и не знают или если тут вообще уместно понятие жизни как она внимательно посмотрела на меня так как будто от моего ответа зависело что-то серьезное ну я не знаю мило да тут мило пожалуй она вновь улыбнулась очень хорошо что ты так думаешь почему но не но не всем здесь нравится тебе мне да нравится тут здорово тогда и не стоит обращать внимание на других а я не обращаю особо славяра смеялась кажется этот разговор уводил меня куда-то далеко совсем не туда куда я хотел попасть а вот ты волнуешься да почему но когда кто-то так сосредоточенно жует извини ничего я никак не мог доставить себя быть более осторожным с этой с этой девочкой впрочем почему именно с ней с любым местным обитателям все они казались совершенно нормальными приторно до зубной более нормальными а не как человек сосед с дрелью в одной руке и суп суперам в другой и как человек пассажир слишком уж часто встречающиеся в метро и наземном транспорте и как человек коллега обитающие за соседним столом в open space и даже не как человек знакомый которые от других человеков человеков блин стрела написать людей почему написали человеком ладно неважно который от других человеков отличается лишь непонятной назойливостью все они казались нормальными такими какими и должен быть и должны быть люди в моем понимании со всеми своими недостатками но без сверхспособностей таких вот человеков а славя было еще и белый его кратко посмотрел на нее не знаю что сказать прости хотела показать тебя лагерь нам совсем забыкала сегодня то я сам вроде ничего не пропустил прям таки ничего ничего она улыбалась так что мне приходилось от смущения прятать глаза но откуда я знаю я же здесь первый день но хорошо и что видел уже площадь столовую вот видел футбольную площадку а пляж только издалека обязательно сходи или давай вместе сходим ну ладно сходим естественность слави уже начинала меня пугать но тут я подумал а вдруг так все и должно быть вдруг весь этот мир непонятен только мне а для них для них он родной может быть я попал в прошлое да это было много это бы много объяснила а можно задать глупый вопрос нет своего улыбнулась и встала из-за и встала из-за стола уже поздно сам дорогу до до ольги дмитриевны найдешь найду конечно но зачем несколько ней поселить тебя к кому-нибудь зачем наверное со стороны я выглядел глупо потому что слави рассмеялась ну как ну так спать тебе где-то надо логично ладно я побежала тогда спокойной ночи спокойной странно через чего это она так внезапно мое внимание привлекла связка ключей торчащие из двери я был собирался догнать слави но где она живет остучаться посреди ночи вовсе во вся подряд домики показалось мне лучшей идеей не трогать все же ключи блин но даже не знаю вот если мы оставим ключи то вдруг кто-то рано там раньше всех проснется пойдет он столовую видеть ключи торчат и вот славят упорыла нет конечно не прям так может сказать но вот да вот увидят ключи и скажет о хочу халявный там зайдут незаметно еще славе влетит по моему все же лучше здесь завтра дам а то мало ли что тут по ночам творится я тут же появился ведь это мне в первую очередь стоило опасаться ночью хоть и была темная но совсем не тихо и отовсюду доносилась стрекотание сверчков пение ночных птиц шелест деревьев внезапно очень захотелось последовать совету славе и поскорее пойти к домику вожатый не знаю почему но вид неизвестного бронзового строителя коммунизма настраивал меня на созидательный лад я прицел на лавочку и начал прокручиваясь в голове события минувшего дня этим мое созидание ограничилось тут было куда светлее чем у столовой да и изредка мимо пробегали запоздавшие пионеры так что особого страха это место у меня не вызывало автобус лагерь девочки я так устал от всего нового и непонятного что не мог поры придумать ровным счетом ни одного ни единого объяснения всему происходящему рядом послышал все тихий шорох я жду буду посмотрел в ту сторону девочка читает книгу лена я решил подойти и поговорить она единственная из новых знакомых с кем мне не удалось сегодня перекинуться и пары слов привет чего читаешь для над удивление аж подпрыгнула на лавочке извини не хотел тебя пугать ничего она прекрасно и снова уставилась в книжку так что читаешь на обложке было написано унесенное ветром похвалить книгу ничего не говорить блин унесенной ветром я не читал эту книгу правда я не читал но ей кажется такая литература вполне подходит ли она похоже не собиралась продолжать разговор ну если я тебе мешаю нет не отрываясь взгляд от книжки сказала она можно тогда посижу с тобой немного зачем а ведь и правда зачем наверное просто потому что очень устал и в компании с кем-то лучше чем одному а может быть получится от нее что-то узнать я внимательно смотрел ли она хотя нет вряд ли ну просто так не знаю а что нельзя можно но если я мешаю нет не мешаешь да нет я могу и уйти все в порядке но раз так и аккуратно сел на край лавочки после такого оживленного разговора мне меньше всего хотелось находить здесь находиться здесь но кстати уйти было как-то неудобно и хорошо получилось елена ничего не ответила повар я оставил себя тут выставил себя дураком ведь на ее месте допустим кульдянка наверняка бы меня засмеяла а тебе здесь нравится я вспомнил вопрос славе и пишу что она как нельзя лучше подойдет для начала разговора да она еле заметно улыбнулась и мне наверное нравится ли она явно не очень общительная и прятлива состоянии поддержать и непринужденную беседу ни о чем как славя но все же было в ней что-то в ней бы все же было в ней то что привлекало внимание мимолетное видение как отблеск на очках дождливых осенних вечера осенним вечером который заставляет обернуться и долго высматриваться в темноту выискивать как там нечто мелькнувшие на краю поля зрения конечно это не успела рассмотреть все не успел понять но почему-то она показалась таким мере манящим лена продолжала читать книгу не обращая на меня никакого внимания не возникало ни малейшего желания расспрашивать его происходящему лагере а происходящим в лагере а в этом мире вообще красивая ночь да и как вообще завязать мне разговор поздно уже мне пора да поздновато спокойной ночи спокойной что-то вот этой девочке мне показалось странным вроде бы вполне типичный образ застенчивой скромной пионерки но загадка лены заняла свое место в мастер на шпитке загадок этого лагеря который я вел у себя в голове дело было вечером делать было нечего так извините нос зачесался я направился в домик у ольги дмитриевны в окне горел свет привет семён что-то ты так что-то ты долго до гулял с лагерь познакомился ладно спать будешь здесь она указала на одну из кроватей здесь я несколько удивился туда а что такого все равно других свободных мест нет пожатая улыбнулась башни вы боже из влевежливость и вежливости как мне показалось ты хочешь стать порядочным пионером она акцентировала внимание на слове порядочным да конечно да на мгновение я задумался но ты-то не против она как-то странно посмотрела на меня да смотрите лицу прям такую удивленную в ее взгляде смешались удивление что вроде обиды пионер должен уважать старших грозно сказала ольга дмитриевна должен конечно кто же спорит пролепетал вот ты я в ответ не понимаю что же не так или ты она пристально посмотрела на меня от такого взгляда расплавился бы и миф рил выкованные в самых глубоких подземельных путем и мастерами гнумов гнумов что я да что не так то от обиды и непонимания я пришел на тон выше взрослых надо вызвать на вы нет конечно в этом лагере много странного эта девушка лучшем случае на пару лет меня старше а возможно и младше даже не решил не спорить хоть еще пару минут назад язык бы не повернулся назвать фажата особенно взрослым надо надо признать что крутым характером и природа не обделила да и да и с любым характером в моей моем положении спорить не приз не пристала как скажете время мил я так то лучше вот так и должен вести себе порядочный пионер а теперь спать по правде говоря я не хотел становиться и непорядочным не беспорядочным пионером или даже стахастическим да и вообще пионером становиться становиться еще вчера в мои планы ныне никак не входило но какой у меня выбор не хочешь достаем кажется именно этим девизом планировала руководствоваться ольга дмитриевна я легко закрыл глаза и только тогда понял что за весь день смертельно устал в голове что-то ужасно стучало как будто у извили началась ночная смена однако они похожи больше были настроены на выпуск 3 проката чем на работу тонкой электроникой перед глазами пролетал автобус площадь и памятник столовая полная пионеров ехидные и ехидные лицо ульянки славя в купальнике лена и даже воспоминания болисти не вызывали какие-то очень выше отрицательных эмоций а что если я здесь надолго мне снялся сон мне казалось я нахожусь в каком-то вакууме а вокруг пустота но не только вокруг я единственное существо во вселенной как будто она вернулась в некое сингулярное состояние перед самым большим взрывом и вот вот что-то должно было произойти и вдруг я начал слышать голоса слов не разобрать и нам показался мне знакомым голос что-то нежно нашептывал как будто убаюкивая и тут я понял это был голос твой незнакомки из автобуса той девушки из сна ну что она хочет меня сказать кто она а почему почему она мне показывает внешность лицо то и девушки из автобуса из на непонятно я проснулся яркие лучи солнце били в глаза время приближалась к полудню лениво потянувшись и зевнув я начал вспоминать вчерашний день за несколько секунд все его события пронеслись перед глазами автобус лагерь местные обитатели эти все не так но ведь все не так неправильно не эта ситуация и мое положение они неправильные неправильная привод априори а мое отношение к ним ведь я вчера запросто заснул здесь извините что мне началось в животе а до этого мило приседал с местными пионерами даже умудрялся шутить но как можно себя так вести в подобной ситуации я же должен бояться шарахаться от каждого шороха избегать любого контакта с потенциально враждебными существами все события прошедшего давно дня словно заволокло похмельной дымкой это очень положено утро после хорошей пьянки вчерашние естественное не пресс и непредосудительное а высшей степени высшей степени нормальное поведение утро становится кошмаром гротескной гравюрой город теск на гравюрой и люст из иллюстрации к божественной комедии для всех именно так однако пришло прошло уже не вернуть хотя возможно оценив обстановку я здесь и делитель по ситуации я гляделся за по сторонам пытаясь понять все не забросила для меня куда-нибудь еще но домик ульги дмитриевны выглядел так же как и вчера все было как будто на своей местах разве что на спинке кровати и висела пионерская форма и не я с недоверием пары покрутил ее в руках парами примерил и оделся все равно это лучше чем ходить в зимней одежде посмотрел бы теперь на себя наверняка выгляжу как клоун а для этого нежно для этого нужно зеркало хотя бы самое маленькое нажлась она на дверто шкафа твою я взглянул на него новоиспеченного пионера я же отпрыгнул стороны от неожиданности что такое на другой стороне зеркало стрел какой-то подросток похоже на меня но не я куда пропали недельные не бери то есть мешки под глазами сутулость смертельно уставшие выражения лица похоже меня не закинуло не закинули назад во времени или в параллельную реальность а просто поменялись с кем-то телами действительно просто такое же на каждом такое же на каждом шагу и шагу и встречаются я пригляделся к незнакомцу повнимательнее только тогда понял что это я сам только образца конца школы ночь начало института ладно хотя бы так должен человек стрессовой ситуации слона и не приметил а вот завороты обратил внимание и вчера ночью менящие отчитала за неподобующее обращение к ней к черту если вы внешне вид ли но что-то еще если верить часа и завтрак уже давно позади ну ладно попробую все же в столовую что-нибудь найти вчера же со славой получилось от этих воспоминаний я невольно улыбнулся на улице ярко светило солнце дул легкий ветерок прекрасный летний ведь ветер и я уже несколько лет не чувствовал себя по утрам так хорошо все проблемы на секунду улетели куда-то далеко растворились в редких в редких цвета первого снега облаках вдруг передо мной словно из ниоткуда появилась ольга дмитриевна она шляпе даже доброе утро семён доброе я улыбнулся пытаюсь все всем своим видом показать что несмотря на ни на что утром ни на что утром и было действительно добрым только вчера приехал так что вы будете я тебя не стала но завтра то хотя ладно вот держи она протянула мне бумажный сверток судя по мысленным пятнам маслины пятна внутри скорее всего бутерброды ой спасибо а теперь марш умываться я уже собирался уходить сейчас подождите подожди ольга дмитриевна забежала в домике вернувшись сунула мне небольшой пакетик внутри оказывает зубная щетка мыло небольшое полотенце и что еще я особо не всматривался пионер должен быть всегда чистый опрятен да я тебе галсы да я тебе галстук правильно завяжу на первый раз а то он болтается потом научишься сам будешь а может не надо я сейчас самоваться еду ну да вдруг зацеплюсь за кран и удавлюсь удавлюсь ладно тогда потом так надо это самое пропить горло и не забудь про линейку карандаш и ручки линейки такие вещи не забываются какую линейку смысле какую линейку она нахмурилась сегодня же понедельник странно а по моим подсчетам воскресенье впрочем смена дня недели это еще не самое страшное да вот смена времени года это вот самое удивительное и самое первое чтобы что мы встретили так скажем обычно у нас линейки рано утром но завтра до завтрака но сегодня понедельник поэтому она будет в 12 часов не опаздывай хорошо а где на площади где же еще спорить было бессмысленно я направился в сторону по вы помывочной на отдельный и туалет рассчитывать не приходилось но при виде этого выкидыша загнивающего социализма так ребят стойте давайте на этом серию закачивать потому что блин играем сколько уже час по моему если часто чуть больше чуть больше чуть меньше часа ладно ребят я надеюсь данная серия вам понравилось если это так и делать это что нужно и на этом у меня все большое спасибо за ваше внимание с вами был леонардо до скорых встреч и помните веселье только начинается но Продолжение следует...